как увлечь ребенка настольным теннисом чем маленький ребенок отличается от более старших ребят и как быстрее обучать начинающих детей в этом видео я расскажу как обучаем маленьких детей какие упражнения игры использую а также расскажу немного о психологических приемах которые помогают ребенку сохранять концентрацию и работоспособность на протяжении долгого времени меня зовут Иван Толмачев это канал о настольном теннисе здесь мы делимся опытом и учимся играть в настольный теннис вместе поэтому ставьте лайк ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал вас ждет много интересной и полезной информации сегодня мы рассмотрим фрагмент тренировки с Ильей он начинающий ему 6 лет он готовится к поступлению в спортивную школу и поначалу как и многие ребята оказался здесь потому что так захотели родители настольный теннис на самом деле максимально полезный для детишек вид спорта и если вы еще думаете куда отдать ребенка выбирайте настольный теннис чем полезен настольный теннис и как он поможет вашему чаду стать сильнее будет в дальнейших роликах начнем с того что для начала необходимо знать особенности возраста ребенка и ведущий вид деятельности у дошкольников это игры поэтому теннис их очарует при правильном подходе и также надо определить ресурс и внимание малыши 67 лет могут удерживать внимание 20-30 минут при условии чтобы им было интересно когда мы это знаем мы можем разделить нашу тренировку по времени и сложности после того как мы попрыгали побегали мы переходим к занятию за столом я с ребятами сразу стою за стол набивание я не использую во время основной тренировки во первых это скучно для ребенка он пришел сюда поиграть во вторых ребенок это может сделать и сам свободное время от тренировки или во время отдыха а также как домашнее задание и показать вам на следующем занятии первое с чего начинается тренировка это с подводящих упражнений в конкретной тренировке мы начинаем катать мяч на столе мы ставим правильный угол ракетки и делаем толчковое движение следим чтобы рука была ровная покатали справа и слева и встаем за стол так как или они первый раз кое-какие упражнения мы с ним уже не повторяем мы начинаем с толчка слева чтобы почувствовать мячик и чтобы было задание более интересно я ставлю корзинку и дают цель попасть 10 раз вовнутрь одно важное правило ставьте цели трудные для ребенка но достижимые но и на которые у него уйдет не больше 10 минут что нам это дает у ребенка начинается формироваться характер он учится достигать цели для нас это может пустяка для него огромная победа попасть 10 раз тогда он начинает верить свои силы а мы потихоньку усложняем задачи после того как покидали мячи в корзину получили положительный заряд включаем потихоньку технические задания первое что нам надо научиться это держать мячик и толчок самое простое упражнение которое нам поможет развить глазомер и чувство мяча ребенка дети быстро учатся этому элементу и не получат от этого большое удовольствие если ребенка сразу учить сложным элементом то он может его и освоит но времени уйдет больше ведь он будет много ошибаться и терять мотивацию за ней концентрация не будет максимально задействована за столом мы держим мяч по пути наращивания вначале ставим цель 5 попаданий затем 10 и стараем достигнуть определенного количества я играю по такой схеме мы доходим до 10 затем включаем перемещение попрыгали и снова с точки стараемся попасть 15-20 раз и затем держим на стабильность в движении когда ребенок начинает не попадать мяч или на стол это сигнал что ресурс внимания закончился здесь лучше быть впереди в этот момент мы переключаемся на игровые упражнения я использую упражнение нахватательный рефлекс он развивает координацию ребенка наблюдательность и реакцию что в дальнейшем улучшает его внимание и снова также ставим цель выполнили и снова на позитивной волне переходим к следующим упражнениям теперь мы переходим точку справа по такой же схеме в данном видео мы делаем накат справа так как илья уже воде . мы снова ставим цель 10 попаданий когда мы тренируем ребенка мы не используем критики и слов правильно неправильно и всегда его подбадриваем и хвалим при каждом попадании точно цель самое важное что мы искренне должны радоваться с ним его успехом тогда у нас будут прочные теплые отношения для дальнейшего обучения критика она в целом ничего не дает с детьми и тем более с маленькими во первых он не понимает ваших слов толком но чувствует ваши эмоции и если вы раздражены он начинает бояться и иногда может заплакать наше оружие это любовь и уважение и огромное терпение всегда ставьте себя на место малыша и представьте каково когда у вас отчитывают или говорят что вы никуда не годитесь думаю вы уловили мысль теперь снова держим на стабильность и работаем на перемещение ребенок выполнил установку и снова играем детишки обожают играть в игру ловли яичек не искупайтесь на фантазию и находите забавные ассоциации которые интересны ребенку суть задания поймать все яйца в корзинку чтобы они не упали со стола и не разбились ребенок после этой установки как молния летает из угла в угол и не устает а мы в этот момент получаем развитие быстроты перемещения и координации когда мы прошли блок на стабильность переходим к переключению между элементами и на бкм в медленном темпе добиваемся попаданий и да если отследите связь прошлого упражнения с игрой справа и слева то поймете что мы помогли ребенку настроить ноги на выход к мячу так у нас должны работать все игры и подводящие упражнения чем шире и богаче наш арсенал тем быстрее и качественнее мы сможем обучить ребенка еще один момент касательно постановки техники стараемся корректировать ее образами например чтобы ребенок поставил угол 90 градусов можно поставить кубик на лукать и он поймет вас когда вы скажете представь что у тебя лежит кубик на руке чтобы добиться точного окончания послужит фраза скажи лобику привет и все все на что хватит фантазии и не используем снова отрицательных слов неправильно не так делай как говорю нет мы мягко и методично повторяем по сто раз не понимает подошли вместе с ним сделали движение и так пока не добьемся желаемого результата в конце обязательно поддержать на реакцию через бкм или простое удержание чтобы была свобода в движениях и мысли после этого заканчиваем физическая подготовка и здесь тоже важный момент малыш не будет делать что-то монотонно если нет элемента состязания или игры например если я занимаюсь индивидуально то сопернику ребенка это конечно я только не надо стараться его обогнать и показать какой вы сильны но и проигрывать тоже нельзя ведь мы для ребенка проявления супер героя поэтому мы немного обгоняем его чтобы ему приходилось в кубы кладываться на максимум а в конце у нас ничья и все счастливы и довольны и обязательно когда ребенок выполнил ваши задания указания похвалите и угостить его конфеткой для него это будет ассоциация что тренировка это интересно а тренер его любит и уважает как личность подписывайтесь на наш канал и делитесь видео с друзьями также пишите в комментариях свое мнение и как вы видите работу с детьми с вами был иван толмачев до до встречи